Привет! Сейчас мы будем выращивать кристаллы из лимонной кислоты. У нас есть дистиллированная вода, 100 мл. И есть 4 пакетика лимонной кислоты по 50 г, итого 200 г. То есть 200 г на 100 мл. Давайте начнем. И наливаем воду и делаем, чтобы лимонная кислота растворилась. И так далее. Наша задача полностью растворить кислоту. Мешал очень долго, полностью растворил кислоту. Теперь переливаю в фильтр, затем наливаю в одноразовый стаканчик, чтобы было удобно доставать кристаллы. Все слилось. Теперь переливаю в стакан и жду образования кристаллов. И вот прошло 6 дней. Сейчас покажу, какие кристаллы у меня получились. Вообще достаточно быстро они выросли. Как вы знаете, есть монокристаллы, а есть поликристаллы. Вот, я достал поликристалл. Поликристалл это когда несколько кристаллов растут вместе. А сейчас я вам покажу монокристалл. Это когда кристалл растет один. Монокристалл более правильной формы. Вот я выбрал такую мононить. И сейчас буду подвязывать, чтобы он рос более правильно. Если вы смотрели прошлое видео, то помните, как я покупал этот бирюзовый краситель, который, кстати, гелевый, в Леонардо. И сейчас я буду делать, красить кристаллы. Сначала в первый стакан я налью бирюзовый краситель, во второй простой синий, а в третий я ничего не буду наливать, потому что я хочу сделать его прозрачным. Начнем. И теперь отодвигаем белый. Краситель в кислоте стал таким же зеленым, как бирюзовый. А вот этот стакан, напоминаю, что он будет прозрачным, что я решила экспериментировать. Размешиваю. Вот, я завязал кристалл на мононить, зафиксировал его на карандаше. И сейчас буду опускать его в краситель, чтобы он рос дальше. Смешиваем кристалл так, чтобы он не дотягивался до дна, не лежал на дне и не касался краев. Ну вот, все кристаллы подвязаны. Теперь убираем от солнца, накрываем от пыли и ждем, пока они выручат. Итак, прошел месяц. Сейчас я покажу мои кристаллы. Сразу говорю, моя цель была не сделать самый крупный, самый большой кристалл, ровный. Я просто их делал. Вот этот кристалл, как вы помните, я сделала из бирюзового красителя. Он такой зеленоватый получился, травяной. Эти кристаллы из синего красителя. И согласитесь, цвет у них практически одинаковый. Вот эти кристаллы, кстати, на леске. А это я просто не стал снимать, а в этот кристалл я добавила чернила. Тоже такой необычный цвет у них. А эти кристаллы просто, ну, как обычные, бессиво. Они на леске. Очень красивая форма у них. Кто хочет долго хранить кристаллы, покройте их бесцветным лаком. И сейчас я вам покажу, как за месяц, какой у меня стал самый большой кристалл. Вот это вот 4 сантиметра. Тут вот 3. И вот это возьмем. Ну, 3,5. Вот этот самый крупный. Но он и красивый, мне он больше всех нравится. Итак, если вам понравилось видео, то обязательно пиши в комментариях, ставь лайки. И в следующем видео я покажу, как сделать кристаллы из медного купороса. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok